Годовой звездик на Вейла, коллектор на Орлота и двойной патч. Да, Мунтоны решили разделить тестовый сервер на два тестовых сервера. Первый вариант остался без реворков Люнокс и Баданга. Сначала кратко пробежимся по патчу 1.9.28А, а потом по 1.9.28Б. Всем привет, это Бостон, поехали! Патча изменения по сравнению с обновлением 1.9.26, то есть в предыдущем, минимальные. Но убрали вообще некоторые реворки, например, Люнокс, Баданга, Аргуса и Чане. Их вернули к первоначальному состоянию, при этом оставили реворк Ханзе и Грейнджера. Циклопу изменения также оставили в виде увеличенного радиуса второго навыка и ускоренного ультимейта. В принципе, про большинство изменений я уже говорил вот неделю назад. Почему их решили написать повторно, непонятно, но возможно, именно этот патч выйдет на основной сервер. А второй патч оставят над тестом для дальнейших испытаний. Итак, Клинту снизили рост ХП и физической атаки с уровнем. Зато ускорили анимацию первого навыка и в компенсацию снизили урон с этого скилла в начале игры. На втором навыке также ускорили анимацию ревка на 20%, при этом снизили дальность самого навыка. Но увеличили дальность отскока. И каст ультимейта также ускорили, немного снизив его радиус. Циклопа оставили изменения из предыдущего патча, немного увеличив дальность второго навыка. Урон ультимейта ослабляет, уменьшает его перезарядку и ускоряет полет. Джой опять же уменьшили интервал применения второго навыка. Фанни, вот наконец-то что-то новое. Урон на первом навыке увеличивают. Был 300-540 плюс 83% физической атаки, стал 320-545 плюс 85%. Но не все так радужно. На ультимейте пофиксили активацию первого навыка во время применения ультимейта в некоторых ситуациях. Кстати, урон с ульты был 240%, стал 200%. Зато за каждый заряд пассивки теперь урон будет увеличиваться на 30% вместо 20%. То есть без зарядов урон ультимейта снизится, а с двумя зарядами немного вырастет. Савьера в этом патче решили вознести как минимум до уровня метового мага. Урон на втором навыке был 200-300 плюс 60% магической силы, стал 220-340 плюс 65%. Дополнительный урон с поля увеличился пропорционально. Но самое главное, теперь за счет ускорения анимации каста второго навыка, его будет намного проще комбинировать с первым. Даже если вражеский герой находится очень близко к Савьеру. Такие изменения определенно должны вернуть к Савьеру не только в мета, но и в профессиональные матчи. Чипа ожидаемо нерфят. Видимо, хотят, чтобы его перестали банить на турнирах. Ему снижают базовый хп на 100 и рост физической защиты с уровнем. Было 7-2, стало 5,5. Урон с первого навыка был 150-300 плюс 6% вражеского здоровья, стал 100-200 плюс 4%. Урон усиленной базовой атаки был 200-350 плюс 40% магической силы, стал 150-275 плюс 30% и убрали эффект подбрасывания на втором навыке. Кодите, как я уже рассказывал, в прошлом патче увеличили скорость первого навыка, скорость второго скилла и ультимейта. Взамен уменьшили время подброса с 1,5 до 1 секунды. Доработали изменения на Вейле. В прошлом патче ему уменьшили длительность подброса с 1 секунды до 0,6. А в этом немного увеличили урон. Был 400-600 плюс 60% магической силы, стал 350-700 плюс 100%. Перезарядку снизили. Было 10 секунд, стало от 10 до 8. И на ультимейте уменьшили задержку взрыва с 1,6 до 1 секунды. Плюс существенно усилили притяжение в центр навыка. Не знаю, конечно, насчет увеличенной силы притяжения, но скорость взрыва поможет намного чаще попадать по врагам. К Веневре дополнительно к предыдущему патчу уменьшили скорость каста первого и второго навыков. Но длительность подброса уменьшилась. Было 1 секунда, стало 0,8. Зато увеличили дальность прыжка. Было 5, стало 5,5. Лапу-лапу уменьшает перезарядку первого навыка. Было от 8 до 6 секунд, стало от 6 до 4,5. Хильде снижает перезарядку второго навыка. Было от 8 до 6 секунд, стало от 6 до 4,5. Возможно, после этих изменений Хильде и Гвеневра снова начнут использоваться в качестве роумеров. А может и нет. Фредриену снижает перезарядку ультимейта. Было от 9 до 6 секунд, стало от 8 до 6. А гибридная защита была от 15 до 35, стала от 25 до 45. Мунтоне пишет, что они не очень довольны тем, что танковые лесники вышли из меты. Поэтому хотят их бафнуть. Но разве смысл не был в том, чтобы вывести танковых лесников из меты? Непонятно. Руби снижает защиту на пассивке. Было 9, плюс 1,8 на уровень героя. Стало 7,5, плюс 1,5 на уровень героя. Эх, а мне казалось, Руби вполне сбалансированный персонаж, но теперь со сниженной защитой ей будет совсем непросто. Карине увеличивают урон с пассивки. Был 50, стал 100. Броузи увеличили рост силы атаки с 10 до 12. Лингу уменьшает рост физической атаки с уровнем. Было 8,25, стало 6. Но зато немного увеличивает центральную окружность в ультимейте. На 15 уровне это всего минус 34 силы атаки. Так что, учитывая увеличенный центральный круг, я бы не сказал, что это существенный нерв героя. Алиси уменьшает ману. Было 750, стало 700. И рост маны с уровнем также снизился. Был 150, стал 140. Авроре перезарядку второго навыка увеличивают. Было от 13 до 10 секунд, стало от 14 до 11. Фаша снижает затраты маны на втором навыке. Было от 80 до 110, стало от 50 до 80. Если и перезарядка специального навыка героя была от 30 до 23 секунд, а станет всего 23 секунды на всех уровнях героя. Фовиусу увеличивают перезарядку на первом навыке. Было 4 секунды, стало от 6 до 4 секунд в зависимости от уровня скилла. На горде увеличили скорость первого навыка на 25%. Также мунтоны еще раз напомнили про изменение регена. Теперь он будет восстанавливать больше маны и больше здоровья для героев с низкими показателями здоровья. Так что теперь на линии будет намного проще стоять на магах, саппортах и стрелках, потому что у них маленький запас КП, соответственно, в процентах им восстанавливается будет больше здоровья. Допилили параметры на губительном пулемете. Теперь на нем 40 единиц физической атаки, 20% скорости атаки, 30% проникновения и пассивка. Увеличивать дальность атак на 15%, а также увеличение скорости передвижения на 10%. В общем, теперь это действительно идеальный предмет для Лейлы. На злобном рейке также по умолчанию 30% физического проникновения, но дополнительного проникновения теперь будет прибавляться меньше, чтобы компенсировать увеличенное проникновение на предмете. Напомню, что 30% физическое проникновение на этих предметах складываться не будет. Говорящему с ветром увеличивают крит-шанс с 10 до 20% и убирают 20 единиц физического урона, ну и чуть увеличили стоимость предмета. На пронзающем небеса нерв также остался. Теперь урон будет наноситься не от 4 до 12% хп, а от 180 до 500 единиц урона. С другой стороны, по героям не танкам урон даже немного вырастет, но это только в теории. И всем героям, кроме стрелков, снизили начальное хп и увеличили рост хп с уровнем, за исключением Роджера и Эстаса. Также уменьшили бэкдур по башням, то есть если рядом с ними нет вражеских крипов, урона башням будет наноситься меньше, чем раньше. И всем героям уменьшили время подброса. Изменения также коснулись отрядов. Теперь отряды больше не будут получать дополнительную силу отряда, если кто-то достиг 100 звезд в рейтинге. Теперь переместимся в патч 1.9.28b. Какие изменения дополнительно в этом обновлении? Люнокс оставили реворк, но чтобы она не была такой эмбой, ей увеличивают перезарядку светлого и темного навыков с 2 до 3 секунд. Кроме этого, перезарядка светлой льты увеличилась. Было от 30 до 22 секунд, стало от 45 до 30. Урон также снизился, был 200-350, плюс 110% магической силы, стал 100-175, плюс 55%. Зато теперь ульта будет наносить двойной урон миньонам, но компенсация, конечно, так себе. Реворк Аргуса остался тоже только во втором патче. Получаемая энергия в секунду снизилась с 10 до 5, урон на втором скелле был 300-400, стал 120-240. Урон с ульты тоже снизился, был 250-340, плюс 100% физической атаки, стал 150-300, плюс 50%. И реворку Баданга вернули возможность оглушать противников, накапливая заряды пассивки. То есть, по сути, реворк откатили? В общем, теперь мне абсолютно непонятно, в чем идея самого реворка. Зачем решили отделить эти реворки на половине аккаунтов, тоже непонятно, но, скорее всего, обновление, которое без реворков, отправится на основной сервер, а то, что с реворками, будет еще томиться какое-то время над тестом. Значит ли это, что в скором времени мы увидим реворк Грэнджера? Возможно, тем более, что все его скины также были обновлены по эффектам. Хотя смущает то, что у самого героя пока нет анимации. Ладно, посмотрим. Теперь переходим к инфоблоку. Коллектор Нарлота появится в событии Коллектор 6 ноября. Годовой звездник на Вейла. Наконец-то появится годовой звездник, который реально хочется купить, потому что Ангела и Лесли в прошлых годах мне как-то не очень зашли. Забавно, что в некоторых ситуациях этот скин летает спиной вперед. И вообще, тематика сарфы мне очень зашла. Также появилась анимация двух спешл скинов. На Бальмонда, который, судя по всему, будет в пропуске турнира М6. И Бакси, также в тематике турнира серии М. Да. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, появились эффекты с этого турнира. Эффект возвращения, убийства и появление на базе. Хотя, мне кажется, вряд ли что-то переплюнет текущие эффекты возвращения по командам. Появился концепт скина на Мартис из линейки All-Star. Нет никакой гарантии, что он появится в игре, но выглядит не хуже прошлогодних скинов. All-Star скин на Бенадетту и еще один скин на Лейлу. Напомню, что события All-Star обычно проходят весной. Поэтому до релиза этих скинов еще ждать достаточно долго и что-то может измениться. Кроме этого, в 2025 году, скорее всего, появятся скины из линейки Ведьмы, управляющей погодой. На Нану и Гвеневру. И раз мы заговорили про линейки скинов, готовится к релизу линейка типа Экзорцистов. Только она будет называться Призыватели. В этой линейке заявлены скины на Роджера, Иксберга и Икси. Также в линейке MPL появится скин на Эдит. На этом все. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok